привет дорогие друзья рада вас видеть в моем новом видео здесь я хочу показать вам небольшой фрагмент работы из моего полного видео на таким прекрасным черным котиком желтыми глазками тут немножко мы порисуем с вами глаза поэтому приятного просмотра кто хочет забрать себе полное видео по описанию ниже можно будет его получить карандаш до повторюсь тут должен быть прям максимально черный тот который у вас есть самые такие мягкие это скорее всего какие-то угольные карандаши могут быть любые да если вас несколько черных вы можете сделать выкраску и посмотреть какие будут у вас потемнее вот этот как ни странно один из черных которые я там использовал это был колор который который вот эти не очень хорошие китайские карандашики на которые я делала обзор как-то да но для вот таких моментов где они смешиваются с другими я использую черные я вот использую даже вот этот видите бежевенький такой толстенький который здесь тоже он будет фигурировать тоже вот из китайских брендов насколько все там не очень вот этих бежевых оттенков белых и так далее черный я вот сохранила и его как раз сейчас здесь буду подключать потому что сам уголь который внутри он прям такой черный черный пигмент получился там очень плотный и все равно идет смесь с мелками с другими карандашами поэтому я надеюсь что его светостойкость низкая она будет как-то объединяться с другими и все будет в порядке ну кстати по прошествии времени могу сказать что нормально да тоже это может с вами обсудили что в смесях плюс-минус не очень хорошие карандаши нормально работают с другими с хорошими сейчас с помощью derwent это derwent carbon black который такой темно-темно-серый около черный карандаш с ним потому что он чуть менее насыщенный а черчевую нижнюю часть там где зона скулы у нас пойдет и для нашего удобства мы сейчас затемняем под глазиком делаем там зону потемнее с помощью спонжиком аккуратненько растушевую получается у меня здесь такая мягкая форма это все также идет подготовка к нашей будущей работе так нам будет удобнее сделать глаз и потом уже пойти ниже мы идем с вами по зонам то есть сверху вниз постепенно чтобы ничего не испачкать затемняем внешний уголок глазика который слева и еще раз идем по контуру нам нужно показать такую глубину то есть наш глаз все равно он посажен чуть-чуть глубже особенно по его краям и у нас идет объемчик сверху там где идет бровка и соответственно снизу и вот это вот погружение плюс очерченный контур нам нужно будет с вами добавить и с одной и с другой стороны это делаем глаза у нас уже начинают там появляться выявляться становиться более понятными и более четкими как мы на шерсть сверху добавляли холодный оттенок используя здесь голубой также на слизистую на серый мы тоже добавляем с вами голубоватый вот у меня он здесь достаточно хорошо виден его я уже до подписывала здесь это получается тот один один из тех голубых от фабр который я использую прям очень и очень часто и он хорошо смотрится также сочетание с различными серыми до оттенками это 140 у него на по моему идет номер голубого такой васильковый оттеночек дальше с белым мы подсвечиваем светлые участки на слизистой нам нужно будет тоже доработать блики чтобы эта зона выглядела более такой влажной более объемной это мы делаем и с внешней стороны и с внутренней потому что слизистая надо такая вот сиропатая немножечко в какой-то в голубовато-сиреневый оттенок идет в уголках у нас находятся блики блики можно тоже замешать вместе с голубым оттенком и получится такой холодный перелив такой холодный градиент в этой области внешнюю сторону я немножечко здесь помягчить погружаю в такой средний тон там голубой немного мешаясь черным а если нужно и где-то со светлым зашли на контур нашего глаза то с черным можно этот контур поправить еще сейчас несколько буквально сделаем с вами затемнений и можно будет переходить к самой цветной части глаза да здесь кажется что самое интересное да такой сделать глазки ну и потому что они отличаются от всего остального тонна практически все все вокруг у кота будет черная ну кроме участков в ушах нос нос тоже практически черный будет просто с другой уже текстура вот глаза будет сделать интересно и желтый будет тоже хорошо смотреться в сочетании с черным должно получиться у нас очень ярко с одной стороны и сгармонировать с фоном фон у нас тоже имеет такой желтоватый оттенок но более спокойный поэтому вместе очень такое гармоничное и стильное сочетание должно получиться ну как как и сама фотография да сама фотография тоже достаточно гармонично смотрится я немножечко выделяю внешний ой внутренний уголок одного другого глазика там побольше есть свечение чуть-чуть сейчас дорабатываю зона над глазиком справа да смотрю что недостаточно то может быть где-то светлых волосков то есть в любой момент вы можете вернуться уже на тот участок который у вас готов и что-то в нем доделать до добавить какие-то недостающие волоски когда мы работаем в такой вот технике в постели постепенной с фотореализмом с прорисовкой тут хорошо что всегда можно снова прийти и сделать еще и еще больше нужного нам объема да потому что и постель мат выдерживает достаточно много слоев и при грамотной работе можно их наслаивать прям в нужном нам количестве я добавила уже небольшие участочки с бликами на уголки у глазиков чтобы они больше блестели теперь на другой глаз там тоже можно будет подсветить добавить туда еще больше яркости сочетание рядом черного и белого даст нам очень контрастный эффект и теперь мы приступаем с вами уже к самим глазкам будем использовать несколько разных желтых оттенков но все они будут достаточно теплыми по своему цвету я имею ввиду что именно вот в такой адми желтый мы уходим такую золотистую нежели какой-то лимонный у нас глаза прям действительно такие солнечные теплые по оттеночку должны получиться это будет у меня желтый карандаш от faber castle такой прям классический желтенький как солнышко под номером 106 он да вот этот который более золотистый он уже более такой яркий кажется это у меня карандаш от брюнзил желтенький они прям очень такие конечно яркие мягкие приятные карандаш и брюнзил такие знаете сыпучий как будто бы немножко мягенькие но достаточно пигментированные и они очень приятно рисуют на бумаге вот такая кажется будто бы золотистая охра достаточно теплая двадцать четвертый номер от брюнзил позволит нам сделать тень достаточно красивую на вот этом желтом тоне сверху сверху у нас будет потемнее да потому что света попадает сверху меньше и мы затемняем этот участок на желтом там можно будет как раз смешать яркий желтый оттенок и желтый вот такого плана какой-то более темный но даже уже не желтый это может быть и там сиена либо охра и так далее добавляю даже чуть-чуть немножечко зеленоватого это семьсот тридцать шестой оттенок от карандаш швейцарского бренда да там запятыми вот так вот название пишется но как карандаш так так и написано и он будет более такой оливковый он добавит немножечко дополнительного цвета в наш глазик чтобы все таки мы не делали его до прям таким ярким ярким только желтым чтобы там мы старались находить другие оттеночки да это будет идеально если мы найдем там еще какие-то другие цвета будет побольше вот этой цветности помимо можно какой-то и немножечко и рыженький и зеленые туда до добавлять и коричневый потому что даже вот в ярких желтых глазах там будут и другие оттенки до помимо желтого и белого на бликах можно добавлять какой-то оливково зеленый травяную в сочетании с таким коричневатым они будут тоже очень хорошо смотреться тогда я добавила это 22 был теплый как раз желтый оттенок бронзила желтенький с черным можно будет углубить где-то еще добавить контуры по нашему глазику по краям сделать еще больше объема и объединить вместе с темными зонами наверху чтобы переходики были более плавный и мы как бы погрузили вот туда глазик размешать эти тона можно с каким-то красноватым коричневатым с вот таким например и черным объединить еще разочек получится мягкий переход но в то же время граница будет достаточно заметно сейчас где нужно мы еще добавляем затемнение можно взять какой-то теплый коричневый еще более темного тона он нам понадобится и на местечках снизу у меня вот такого шоколадный 590 у derwent оттеночек очень кстати хороший он мне больше нравится чем идет если помните в наборах где 12 цветов у derwent идет такой он там то ли сепия какая-то коричневый вот или умбра в общем коричневый такой как бы холодненький и он немножко кажется разобеленным а если по моему в больших наборах либо дополнительно он даже в большем наборе у derwent идет как раз вот этот шоколадный и он более такой даже пигментированный кажется более насыщенный и его прям вот отлично использовать вот в таких теплых участках до желтых оранжевых даже красных и так далее и теперь когда у нас готова такая база но мы с вами сделали сначала радужку а зрачок уже потом будем делать прям черненький лучше потом если бы мы сначала сделали зрачок а потом желтые то точно что-то бы там перемешалось и желтый нас был бы уже более грязненький такой захватил бы черный оттенок рядом добавляем белый белый у нас желтым будет перемешиваться будет получаться такое свечение и добавляем и конечно стремясь туда к центру то есть как лучиками такими по форме наши штрихи стремятся вот туда к зрачку его центральные части потому что есть там определенный рисунок на радужке есть там прожилочки и мы их подчеркиваем здесь такой хитрый момент обычным карандашиком графитным вот таким вот он просто золото в золотой облаточке так обычный hb и с ним он как бы серенький но острый я дорабатываю немножечко глубину а по контурам глаза потому что это в основном уже все темное готово и с ним же можно какие-то и небольшие прям маленькие-маленькие прожилочки доработать это не будет чем-то таким нехорошим если вы смешиваете две техники вместе да то есть поверх вот так вот шлифануть чуть-чуть каким-то инородным карандашом цветным карандашом например по пастели либо вот обычным можно тоже для каких-то деталей прям совсем капельку сейчас вот когда желтенькое все у нас сделано мы добавляем зрачок сначала делаем у него контур форму вот эту миндалинке такой толстенькой такого толстенького ромбика округлого дальше мы заполняем нашими карандашами можно мелками используем прям самый самый черный все что у нас есть самое-самое черное но оставляем верхней части такой небольшой кружочек который мы заполним более холодным тоном и у нас там должен быть блик по возможности лучше оставить сразу местечко под него если бы у нас блик был бы меньше по размеру или он был бы более например таким маленьким прямо от маленькая бы точечка нам было бы удобно закрасить все и сделать его поверх здесь у нас там нормальная такая плоскость которую видно то есть там видно прям как идет холодненький собирается и внутри находится уже белый поэтому тут я оставила этот участок добавляю синий на черный подхожу к блику синий довольно яркий у меня можно использовать и голубой оттеночек в том числе закрашиваем эту область добавляем дальше белый туда же белый с голубым немножко перемешается и у нас получится вот такой вот яркий блик там скорее всего идет какая-то лампа данной самой фотографии когда котиков фотографировали поэтому получается вот такой вот кружочек наверх блики это я добавляю с карандашом дженералс потому что он довольно белый яркий немножечко можно будет доработать мелком и если вы зашли на какие-то зоны то используйте черный вокруг слизистую я немножечко там доделываю с фиолетовым чтобы добавить дополнительный оттенок переходим на второй глазик там по такому же принципу мы работаем здесь можно будет даже сразу добавить затемнение сверху добавить на зеленоватый коричневатый оттенок вместе перемешать при том что там довольно интересно мы видим что идет контур довольно четкий во первых между тенью и светом то есть контрастное освещение и в тени оттеночек прям вот теплый с таким даже каким-то красноватым поэтому такой терракотового плана цвет мы добавили остальное все можно закрасить смело желтым и потом уже будем доделывать по прожилочкам по рисунку радужки и и так далее желтые прям такой солнечный солнечный должен получиться по затемнению можно объединить с каким-то коричневым с черным чтобы так же поглубже тень туда увести и сделать границу ее более четкой за счет этого тоже будет дополнительный блеск да и зоны светлые вот как блики будут выглядеть ярче потому что рядом с ними на границе будет находиться вот такой темный оттенок немножечко с холодным там добавляю на слизистую чуть-чуть цвета и тоже красивый кстати контраст да получается у нас такой голубо-сиреневый оттенок у слизистый может быть а сам глазик он желтый и вот они как такие цвета противоположные друг дружку поддерживающие делающие более яркими они будут отлично сочетаться так тут я нашла недостающие блики доделываю их ну и можно контур слизистый тоже сделать почетче такое бывает что когда работаешь с одним участком где-то там цвет на него случайно попал этот кусочек стал менее четким и ты снова к нему возвращаешься у меня такое бывает достаточно часто чтобы прям вот к той самой к нужной линии прийти в итоге можно еще чуть теплого таракотового добавить ближе к уголку глазика целым глазик который справа идет он кажется более таким я хотел сказать объемным но не объемным даже контрастным скорее там есть потемнее участочки есть и такие средние по тону то есть на него где-то тени чуть чуть больше попадает поэтому тот же желтый который находится на глазике слева здесь он может быть целом вот такой вот поплотнее плюс на нем и блики тоже будут отлично смотреться будет достаточно ярко уже следующие слои я делаю в нужном нам направлении по радужке то есть опять вот такое сокращение в центр полосочками и точно так же мы наносим блики с белым карандашом белый да конечно осветляет делает линию достаточно четкой но в то же время он и смешивается желтым да получается если мы не сильно на него давим а это достаточно мягкий вот этот белый и он яркий он пигментированный и перекрывающий так вот если чуть-чуть мы нажимаем на него получается светло-желтый если сильнее там уже да можно дойти до белого дальше мы делаем контур у нашего глазика у именно части зрачка точно так же аккуратненько сначала нижнюю часть потом верхнюю оставляем место под блик блик там будет такого же типа отражения как и на другом глазике да мы добавим в итоге более светлый оттеночек а черный тон он будет его окружать здесь можно будет аккуратненько обойти вокруг вот этого кружочка такой как будто пончик белый внутри мы рисуем у него просто из-за лампы скорее всего кольцевой при которой снимали кота либо рядом она стояла получается вот а такое интересное освещение заполнили черным весь зрачок где нужно добавили контуры линии затемнение можно на верху провести границу уже к бровке чуть-чуть более четко сделать снизу то же самое будьте осторожны вот где слизистая снизу там прям острый должен быть карандашик если делаете прям очень-очень хорошо его заточить и чтобы мы попали туда аккуратно и тоненько объединяем объединяем вместе с коричневым чтобы мягче был переход и можно будет уже подходить тоже к нашему зрачку добавляем на черный синий рядом с бликом делаем более мягкий переход там же мы можем показать такие блестящие отражения со светлым взять голубоватый с черным можно скорректировать форму чтобы такая резкость получилась и сам зрачок он выглядел более глянцево да то есть там даже на черном есть небольшие вот такие более светлые участки полосочки они все равно все интегрированы в этот черный зрачок но они выделяются на нем я уже перебегаю в сторону носа можно показать вот такую вот трапециевидную линию границ левой части носика и правой то есть отделить от серединки их показываем небольшие участки с щечками переходим на щечку которая справа скорее даже не щечку участок скулы здесь у нас будет слева потому что границу мы показали будем сейчас все это соединять вместе с глазками для этого я использую мелок это у меня кохинор той сондор на нем видно здесь нужной стороной штриху здесь все видно из набора он не не очень мягкий такой это средней мягкости получается просто софт не экстра софт дальше я растушевываю вот так вот смягчаю то есть распределяю цвет чтобы очень много его не было на поверхности потому что это подложка по ней мы будем работать и вот здесь посмотрите мы добавили черный как наглядно ярко смотрится этот участок с глазками теперь насколько глаза у нас выделились эффектно и ярко вот с левой стороны если мы сравним с вами рисуночек как выглядит глаз справа справа прям он уже очень эффектный очень насыщенный получился когда весь котик будет готов то это будет прям вау эффект ну что вот такой кусочек я вам небольшой показала от полного видео надеюсь вам было интересно если кто хочет порисовать со мной этого кота обязательно переходите по ссылочке снизу там можно будет оставить заявку забрать это видео посмотреть на этот урок и можно будет выбрать какие-то другие онлайн уроки по пастели спасибо вам большое за просмотр увидимся в следующем видео пока друзья друзья Продолжение следует...